Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с необычной, красочной орхидеей из три бывандовых – Ренантера монахика. Это молодое растение было куплено мной на последней выставке орхидеи в Праге. Она уже была с цветоносом, и данный пример нам демонстрирует, в каком скромном размере способна зацветать Ренантера. Это растение было обнаружено на территории Филиппин. Сейчас её можно встретить на островах Лузон и Минданао и в провинциях Самбалес, Кисун и Ресаль, где Ренантера монахика произрастает эпифидно на стволах деревьев на высотах до 500 метров над уровнем моря. Название вида переводится как Ренантера уединённая. Таксономически это растение относится к трибе вандовых, под трибе эридиновых, альянсу Ванда, роду Ренантера. Перейдём к описанию внешнего вида растения. По типу роста это моноподиальный эпифид. Корневая система у Ренантер хорошо развита. Корни довольно толстые, длинные, ветвящиеся, покрыты хорошо выраженным слоем виламена. Стебель в высоту достигает 60 см, так что во взрослом состоянии растение довольно крупное. Цветонос. Появляется из пазухи листа, наклонный, часто ветвящийся. У развитых растений достигает 40 см в длину и несёт до 50 цветков. У нас Ренантера ещё очень молодая, поэтому цветонос не разветвлён и несёт всего 4 цветка. Цветы в диаметре достигают 4-5 см. Дарзальные сыпалии и петалии идентичны по форме, удлинённые заострёнными кончиками, в длину достигают 15-18 мм, в ширину 4-5 мм. Наружные сыпалии крупнее по размерам, в длину достигают 20 мм, в ширину 8 мм, по форме напоминают лопасти, могут быть немного волнистыми по краю. Все лепестки окрашены в желтовато-оранжевый цвет с ярким красным крапом. Колонка короткая, жёлто-красная, губа маленькая, всего 2-3 мм в длину, оранжевая с мельчайшим пурпурным крапом. По линиям 2. В культуре Ренантера относится к тёплой температурной группе. Рекомендуемый диапазон температур от 18-20 градусов ночью до 26-28 градусов днём. Желателен суточный перепад температур в 6-8 градусов. Влажность растению нужна довольно высокая, от 60 до 80%, но никак не ниже 50%. Обычно Ренантеру сажают в горшок или корзину с крупными кусками коры в качестве субстрата. Своё растение я посадила на пробковый блок. Как и все вандовые, Ренантеру можно держать и с открытой корневой системой при условии регулярного полива и высокой общей влажности воздуха. Полив в период вегетации и цветения растения нужен частый и обильный. Удобрение вносится в фазу активного роста. Во время цветения и после него растения не подкармливают. К освещению Ренантера уединённая требовательно также, как большинство ванд. Света ей нужно предоставить столько, сколько возможно. Она в состоянии спокойно переносить прямое летнее солнце. От воздействия его лучей на листьях растения может появиться своеобразный красноватый загар, обусловленный выработкой антоцианов и каротиноидов. Если Ренантера не будет получать достаточное количество света, это может негативно сказаться на ее росте и привести к отказу растения от цветения. Период покоя у Ренантера монахика есть и приходится он на время сразу же после цветения. Продолжается один-два месяца, в течение которых полив орхидеи несколько сокращается и удобрение не вносится. Вот и все, что я хотела рассказать вам о Ренантере уединенной. Надеюсь, видео было интересным и познавательным. Спасибо за внимание и до новых встреч!